Всем привет! В данном видео будет небольшой обзор дебютного альбома проекта Мэта Хиви из группы Тривиум под названием Ибараки. Из этого видео вы узнаете о вкладе в написание альбома Исана из Эмбарар, какие гости присутствуют на пластинке и познакомитесь с японской мифологией. Итак, поехали! Итак, вокалист и гитарист американской группы Тривиум Мэд Хиви выпустил дебютный альбом своего нового проекта Ибараки. Пластинка получила название Russia Man и вышла 6 мая 1922 года на лейбле Nucleoblast. Альбом планировался и позиционировался как black metal проект. Собственно и сам Мэд до своего появления в Тривиум был участником black-ушной группы Minds Car, а любовь к black metal сохранилась у него до сих пор. Музыкант часто выступает в майках с символикой группой Emperor, поэтому идея создания данного проекта появилась еще в 2009 году, когда он, взяв псевдоним и записав демку, отослал ее руководству лейбла Candlelight Records с просьбой передать ее своему кумиру Исану из Emperor. Вскоре Исана Сан откликнулся на данную демку многозначительным словосочетанием «Хорошая работа». Ну для начала немного истории. Еще в 2015 году Хифи рассказывал в интервью о своем новом проекте. Цитата. И Бараки изначально задумывался как black metal группа, о которой я никогда никому не собирался рассказывать. Я собирался написать музыку, и она должна была быть довольно верной стилю второй волны 90-х. Black metal вроде Доктрон, раннего Дима Бергер и раннего Эмпера. Но хотя проект уходил своими корнями в black metal, он стал чем-то гораздо большим. Это не просто black metal, это все, что я когда-либо хотел попробовать. В общем, Мэтт стал увлекаться сольными работами Исана, со всякими саксофонами, чистыми вокалами, джазовыми элементами и прочим. Все это произвело на него довольно сильное впечатление, и он стал писать музыку совершенно по-другому. Вот что говорит Хифи о проекте. Цитата. Моя любовь к black metal в конечном итоге породила идею создания побочного музыкального проекта, основанного на тех же ранних ценностях норвежского black metal, то есть проект, окутанный анонимностью, о котором никто никогда не узнает. Но это близорукость небольшой группы фанатов, которую я изначально хотел попытаться понять. Но однажды я подружился с новым наставником, который помог изменить это мировоззрение благодаря его музыкальному и художественному влиянию. Поэтому идея black metal проекта, который я намеревался сделать, полностью приняла новую форму. В общем, как-то так. Получается, что изначально Хифи хотел сделать что-то типа true black metal, образца начала 90-х, но старший товарищ в лице Исана его переубедил, и в результате получилось не true. Новая форма проекта, о которой сказал Хифи, не очень далеко ушла от стиля привычного Trillium, но с довольно большими кусками современного black metal, с кристально чистым и отшлифованным звуком, довольно мелодичным, но в то же время достаточно мощным и интересным. Перейдем к самой пластинке. В записи, кроме самого Мэтта Хифи, который стал главным автором музыкального материала и лирики, а также гитаристом-вокалистом, приняли участие коллеги Мэтта по группе Trillium, а именно гитарист Кори Болье, бас-гитарист Паоло Григоретто и барабанщик Алекс Бенд. На альбоме есть и звездные гости. Сам Исан из «Эмпера», который мало того, что спродюсировал альбом, но также написал несколько композиций, сыграл на гитаре и спел. Кроме того, можно услышать и его супругу на бэк-вокале. Также присутствует Нергал из «Бегемот», который спел в одной из композиций, ну а также Джерард Уэй из «My Chemical Romance», который также спел в одной песне. Сама пластинка достаточно длинная, около 60 минут, с композициями в районе 7 минут. Что касается лирической составляющей, то, как известно, Мэтт не является скандинавом и не стал писать о язычестве и других типичных темах блэк-металла. По совету своего старшего товарища, он остановился на японском наследии, используя мифологию и фольклор. Собственно, сам Мэтт родился в Японии и имеет японские корни. Отсюда и название проекта – «Ибараки». Это имя ужасающего японского демона, взятого из легенды. В общем, в плане лирики пластинка основана на синтоизме, японских легендах и фольклоре. Начинается альбом с довольно необычного вступления, с использованием аккордеона, различных бубнов и хоров. За этим следует первый полноценный трек Кагуцути. В композиции рассказывается о японском боге огня. При рождении этого бога его мать была опалена его же пламенем и умерла. Его скорбящий отец обезглавил его и разрезал на 8 частей, которые стали 8 вулканами. Из крови Кагуцути, которая капала с меча, появилось множество божеств, в том числе морской бог и бог дождя. Рождение Кагуцути в японской мифологии завершает конец эры сотворения мира и знаменует собой начало смерти для всего живого. В музыкальном плане это очень сложная и многослойная композиция. Начинается с комбинации мощных риффов и акустической гитары в куплетах и очень мелодичным припевом с чистым вокалом. При этом надо сказать, что у Мэтта очень красивый чистый голос. В середине песни очень мрачная меланхоличная атмосфера с почти тихим голосом хифи, переходящим ближе к концу композиции в мощный рев. В композиции и бараке присутствует гораздо больше симфонических элементов блэк металла. По всей видимости, сказалось влияние Исана, который был одним из первых прародителей симфонического блэк металла. Его влияние чувствуется на всей этой пластинке. Сама композиция выглядит как большой современный пост-блэк металл трек, но с более прогрессивным симфоническим звучанием. В следующей композиции Мэтт рассказывает историю из японского фольклора Адзи-Гоку Таю, что в переводе означает адская кортизанка. Это история о дочери погибшего самурая, которая после его смерти попала в плен и была продана в публичный дом. Там она и взяла себе имя Дзи-Гоку ад и стала заворачивать свое тело в кимоно, украшенное скелетами, огнем и сценами из ада. Она была очень красивая, умная и писала стихи. Позже, став ученицей известного монаха Ики, стала искать свой собственный путь к просветлению, но вскоре умерла. Последнее стихотворение было такое «Когда я умру, не сжигай и не хорони меня, брось меня в поле, чтобы я могла накормить голодающих собак». В общем, как-то так. В музыкальном плане Мэтт ведет повествование под звуки акустических инструментов, которые сопровождают его безмятежное пение. Но вскоре интенсивность и тяжесть музыки увеличиваются, и вторая часть композиции представляет уже экстрим метал. Следующим номером идет уже знакомая композиция, которая выходила в качестве первого сингла. В этой песне Исан из Эмпера был соавтором лирики и сыграл гитарное соло. Вот что рассказал сам Хиффи. Цитата. Название означает «разрушение души», что и отражает смысл композиции. Песня написана в соавторстве с Исаном, легендой и музыкантом, который долгое время оказывал влияние на меня во многом, что я делаю в музыке. Написание этой песни стало поворотным моментом для проекта. В ней было обобщено все из прошлого, настоящего и будущего, того, чем, по моему мнению, был, есть и может стать Black Metal. С этим трудно не согласиться. Действительно, данная композиция, пожалуй, на самом деле самая Black'овая из всего альбома. И еще одна почти Black'овая композиция Акуму, исполненная вместе с Нергалом из Бегемот, который, кстати, поет на польском языке. В целом, это более тяжелая песня, а голос Нергала лишь добавляет ей агрессивности. Далее идет самая длинная композиция на пластинке Ронин с участием не совсем ожидаемым гостем Джерардом Уэем из My Chemical Romance. Начинается этот эпик с чистого пения самого Мэтта, а вот дальше сюрприз. Идет мощное продолжение с вокалом Джерарда Уэя в лучших традициях Black'овая. Кроме всего прочего, здесь можно услышать хор, состоящий из всего семейства Исана, включая детей, и гитарное соло самого Исана. В общем, достаточно интересная и многослойная композиция. Предпоследним номером идет композиция Суса Но О Номикото с участием уже не раз упомянутого Исана. В данной композиции рассказывается о японском боге моря и штормов Сусано, который спасает человечество от кровожадного чудовища, змея, у которого восемь голов, под названием Оротти. Согласно легенде, в теле убитого змея Сусано обнаружил меч Кусанаги, который является одним из символов власти японских императоров. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. В данной композиции Мэтт поет на японском и английском языках. Достаточно театральная, но в то же время экстремальная песня со свежим взглядом на готик блэд метал. Но на этом альбоме есть две песни, которые как бы выпадают из общего стиля повествования и крайне плохо сочетаются с пластинкой в целом. И если первая еще так себе, то закрывашки опять нужно услышать всякие аккордеоны, бубны и акустику в духе какого-то шансона. В качестве вывода. Несмотря на то, что данный альбом был записан группой Тревиум в полном составе, это ни в коем случае на Тревиум не похоже. Конечно, есть некоторые похожие моменты, но все-таки главным остается то, что это сольный проект Мэта Хифи. В то же время пластинка изначально позиционировалась как блэк метал альбом, но конечный результат с блэк металом имеет мало чего общего. Есть некоторые моменты и приемы блэка, есть даже пару более или менее блэковых композиций, но если брать альбом в целом, то это можно назвать экстремальным прогметалом с элементами современного блэк металла и фолка. Мэтт довольно хорош в написании прогрессивного материала. Если убрать несколько не совсем понятных песен с этой пластинки, то альбом в целом достаточно интересен и оригинален с большим стилистическим диапазоном. Альбом будет интересен как поклонникам прогметалла, так и блэк металла. Они несомненно найдут здесь что-то интересное. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.